привет друзья давненько я не говорил этих фраз последний раз я здесь на полянке работал 23 августа я специально пахай при посмотрел свой аппаратный журнал импровизированный вот можно был бы подумать что лето голубое небо трактора поливают дорожки от жары то к сожалению вот эти вот предательские желтые листья на земле они говорят что вы глубокая осень глубокая начало осенью что-то я уж слишком так вот 4 7 сентября 4 сентября 22 года вышел я на поляночку ну как вы помните предыдущий выход у меня знаменовался фиаско полнейшим обрыв кабеля пришлось уйти домой не солонно хлебавшим даже не дав ни одного сетью вот я предположил что от многократных сматывания разматывания кабеля оборвалась центральная одиночная жилка старым кабелем воды не мудрено кабелю больше 20 лет в общем от старости он уже вполне вполне может ломаться вот но мне зрители подсказали более опытные что видимо дело все таки не в обрыве жилы день в середине кабеля в разъеме и оказались правы все дело было в том что вот здесь вот разъем который я постоянно туда-сюда и кирилю рукой так сказать ну оборвалась центральная жила в общем кабель недостаточно прочно был закреплен у него была свобода туда-сюда крутится ноги соответственно вы понимаете оплетка осталась центральная жила от этих подкручиванием она отвалилась от пальки но я сделаю выводы принципе я конечно неправильно кабель распаиваю но я распаивать так как мне доступно понимаете вот сейчас придет вот rga 58 а он кстати говоря уже пришел лежит лежит в пункте выдачи озона вот лежит кстати уже два дня можно было забрать его и уже разделать и выйти сейчас с ним но я там ждал еще один заказ он обломался понимаете пришло вчера сообщение что задерживается в общем зря я ждал ну да ладно вот придет этот самый 58 кабель посмотрю может я его как-нибудь не распайкой а накруткой попробую соединить мне не нравится честно сказать этот метод разделки кабеля но попробую в конце концов попробую вот в части погоды ну в общем после 30 градусов жары который стоял несколько недель ну честно сказать холодновато вот когда я уходил из дома посмотрите что был на градусники а как вам там плюс 5 градусов примерно хотя у меня северная сторона в общем то я знаю что он как бы пугающий меня такой термометр на улице выходишь как-то веселее ну в принципе посмотрим судя по тому что вот я сейчас ощущаю думаю что не замерзнут пока еще если такая будет погода то наверное можно какое-то время походить но если будут замерзать то я эвакуируюсь сразу же потому что мне тут эти с подмерзанием приключения совершенно не нужны ну ладно давайте включать чего так вот 7 4 у нас давайте включим я естественно не включал все это время так зовут отмече включается а здесь до включился отрика так включаем запись поехала запись теперь колонка классно прекрасно что line им так и теперь главное ки цвикс всегда всегда волнительный момент почему-то смотрите нормально так время надо выставить давайте я выставлю 7 часов ну 30 минут не будем особо придираться бекон ищем бекон бекон 0 часов 7 этих самых и 30 поехала 7 30 ну чё покрутить ручку убедиться что ничего не слышно кстати говоря вот я раньше когда вы здесь немножко шевелим послышим услышался треск сейчас его вроде нет видимо там же контакт умирал тишина нет на тишина вот 050 загадочная частота я спрашивал что это за частота такая здесь частых какие-то полапы в общем что-то творится это мне объяснили помеха от компьютерной сети какой у меня ключ работает какой у меня работает ключенький ручной р-8 т.с. так мы чья это была частота все молчат может вопросик дать в общем отряду уже то что все работает и кто-то даже есть в эфире победу у а-6 х знак у а-6 х ритон знак я так понял в т.с. в т.с. в т.с. Опа, сходу. Сергей. Опа, сходу. Опа, смотрите как, сходу 7 часов, сейчас я запишу, 7 часов 34 минуты, у А6 Харитон знак, Сергей, 4, 9, 9, 9, ну я ему дал 4, 5, 9, ну в общем все это условно. Ну а что, классно, сходу ответил, замечательно. Кирпи великая вещь. Хе-хе-хе. Так, ну будешь, я и станции-то не слышу, честно сказать. Так, ладно, все, заканчиваю. Тут такое длинное включение увенчавшейся связи, это, конечно, классно, но покручу, послушаю, может еще чего услышу. Ну уже приятно, согласитесь. Я не показал, как антенна стоит. Антенна у меня стоит вот в понравившемся мне варианте. Большая часть полотна антенны вертикально вниз. И потом вот небольшое снижение такое до кавеля, до этого, до балуна и уже ко мне. Ну и вот тут гости ходят. Хе-хе. Как увидел, что я пришел, сразу прилетел, наверное, ждет кормежки. Нечего, кормите меня у меня. Так, тут кто-то на 61 кГц. Опа, Израиль. Израиль. Но это не меня. Это кто-то другой работал. Давал вызов на этой же частоте, я слабенько слышал. Ну ладно, я перемещусь тогда повыше, чтобы не мешать. На 62 встану, тут будут давать сяким. Напряжение 12,3 вольта. Прям супер. Ну тогда я, когда готовился к выходу, я же зарядил батарею-то. Вот она с тех пор и лежит уже, с 23-го числа, наверное. Вот тут рука 8, Иван Щука дает вызов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Полный дуплекс, прям слышишь сразу Добавил DimaTorzok Опа! Ничего себе! Добавил DimaTorzok Нет! Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Никак не может принять Опа! Принял! Принял! Хе-хе! ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 Да, вот так это все выглядит Может зимой посмотрю Вспомню БЛУМ Продолжение следует... Продолжение следует...